В продаже. Опасная бритва. Производство ориентировочно 1850-х годов. Производитель Вильям Гилкерист. Производитель этот сам по себе из Канады. Но бритвы делал в Америке, в Нью-Джерси. Плотно сотрудничал с такими компаниями, как Вейден Бутчер, Эллиот. Скорее всего, сталь закупал именно у них. Есть информация, что некоторые бритвы ему делали сами Вейден Бутчер и сами Эллиот. Покажу пару примеров клеем интересных, с его фамилией и с их торговыми знаками. Большинство продукции он делал сам. Дизайн уникальный по-своему, напоминает антикварные американские бритвы именно середины 19 века. Там производство было их довольно маленьким, низким. Но все, что они делали сами, они делали на английский майнер, но с небольшими своими изюминками. Сам, получается, Вильям Гилкерист, который сделал эту бритву, он был в деле с конца 1840-х годов и по начало 1860-х. То есть промежуток довольно маленький. И, насколько я знаю, вот этот вариант, здесь получается клеймо, только его фамилия. Можно видеть W и Гилкерист. Все, больше никаких обозначений нет. Такого типа бритвы, это были ранние бритвы, когда он сам полностью все делал из английской стали. То есть это где-то конец 40-х, начало 50-х годов. Дальше, насколько я знаю, он начал активно импортировать столовые приборы из Англии и сотрудничал с Вейдом Бутчер. Он жил с ними на одной улице в Нью-Джерси. Вот поэтому некоторые бритвы с такой фамилией сделаны именно Вейдом Бутчер. Ну, то же самое касается Эллиотов. Что интересно, у Гилкериста было очень много ножей. Он их производил. Даже у Авраама Линкольна был нож этого производителя. То есть в свое время он был достаточно уважаем. За свои бритвы он получал медали на некоторых выставках. Ну, то есть, ну, такой, необыкновый. И принимал участие в гражданской войне в Америке. После чего был осужден. Ну, его бизнес постепенно сошел на нет. Вот этот экземпляр продается. Такие вот у него параметры. Бритва нестандартная по своей длине, по своему дизайну, как для Шеффилда. Вот. Ну, и француза она не напоминает. То есть, здесь такой типично шеффилдский дизайн, но с французским носиком скругленным. Только французко-ирландский, можно так сказать. Ручка сделана из верблюжьей кости. Ручка на водил. Вот. И пины на водил. Но пины под старину. Пины под старину. Такие, как могли бы быть на этой бритве изначально. Вот. Клинышек тоже костяной. Вот. Ну, по ручке вообще никаких вопросов. Новенькая ручка. Без сколов, трещин, без ничего. Внутри тоже абсолютно все чисто. Закрывается абсолютно ровно. Не выпадает. Все очень плотно. В любых положениях фиксируется. Бритва после легкого регринда. Вот. Специально оставил такую вот крупную рыску. Сатин. Вот. Геометрия, в принципе, неплохая. Бритва практически полный клин. Полный толстый клин. Вот. Будет давать очень-очень мягкое бритье. Сейчас на тестах покажу, как она, с какой легкостью она их проходит. Вот. Здесь на Эрле внизу есть такой вот небольшой загиб под большой палец. Насечки нету. Вот. Ну, такой вот такой вот плавненький переход идет. Вот. Ну, хвостик такой стандартной длины для 50-х годов. С оборотной стороны выглядит вот так. Вот. Ну, то есть, чистенькая бритва, аккуратненькая. Кое-где какие-то следы времени пооставались минимальные, но то, что было возможно, все вычищено. Вот. Клинок отличный. Я думаю, прийти понравится. Вот. Баланс тут неплохой. Кость тяжелая. Но и сам клинок нелегкий. Поэтому в руке, в принципе, лежит довольно удобно. За счет этой выемки удобно пальцем большим маневрировать бритву, наклонять в те или иные положения. Скажем так, редкий представитель американского производства, когда... Ну, в Америке же практически все производители, которые делали бритвы, именно в середине 19 века, еще до Гражданской войны. Вот. Большинство из них это выходцы из Шеффилда, шотландцы, англичане. Вот. Ну и Гилхрест был не исключением. То есть, они сами были из Шотландии, переехали в Канаду в 1820-х. Вот. И чуть позже переехали уже в Америку, в Соединенные Штаты Америки, в Нью-Джерси. Там и работали. Причем было как свое производство, я уже говорил, так и склад для импортных товаров. Импортные товары были как обыкновенные, то есть с клеймами собственных производителей, так и с клеймами самого Гилхриста. Вот. Разные варианты попадались. Все бритвы, которые встречаются в интернете. Все имеют нестандартный дизайн, все интересные. Вот. Размеры разные. Там от 5 до 9, 10 восьмых. То есть, даже такие крупные бывали. Вот. Ну, вот так тесты проходят. Клиночек редкий и интересный. Так что, кому интересно для коллекции, даю бритье. Бритье будет шикарно. Обращайтесь. Пока что в продаже.